друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а марки составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки и также не устаю повторяться в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркется где каждый день мы размещаем аналитический контента и общие новостные сводки соответственно конкретные торговые рекомендации ну что ж сегодня у нас среда соответственно заседание американского регулятора началось вчера сегодня вечером будут подведены итоги и в такой момент буквально за несколько часов скажем так до столь важного события возможно не имеет смысла что-либо прогнозировать потому что фон настолько значимый для финансовых рынков что может перекроить буквально все но ранее когда мы стали готовиться к заседанию американского регулятора мы это правильно делали друзья увидев потенциал в росте курса американского доллара мы обращали внимание на то что повышение процентной ставки то есть ужесточение монетарной политики это неизбежно для регулятора в текущих экономических условиях и реалиях поэтому сейчас нам остается в прямом смысле откинуться на наших собственно креслах и следить за тем какое решение примет американский регулятор индекс доллара в моменте 98 83 и я по-прежнему склонен полагать что при определенном развитии событий до конца текущей торговой сессии мы можем наблюдать за движением курса индекса американской валюты к юбилейный круглой цифре в 100 пунктов что касается ожиданий которые есть на данный момент ставку повысит на 25 байсных пунктов я в этом не сомневаюсь я не уверен то что фрс будет рассматривать возможность повышения ставки на 50 байсных пунктов потому что в текущих условиях это может быть было бы преждевременно потому что регулятору лучше последить за тем как экономика будет воспринимать первые начальные шаги которые предполагают ужесточение монетарной политики но очевидный факт что даже повышение ставки на 25 байсных пунктов это запуска цикла дальнейшей траектории роста ставки до конца этого года и не только когда каждое последующее заседание мы с вами будем с точно такими же ожиданиями анализировать и ждать очередного роста ключевой процентной ставки в одном из своих последних заявлений председатель американского регулятора джером паул допускал и в принципе дал нам возможность готовиться к многократному повышению ставки вот последний прогноз bank of america вчера что буквально что до конца этого года фрс повысит ставку пять раз если вы помните опять же если вы следите за моим аналитическим контентом вы должны были действительно запомнить то что ожидание по росту ставки скажем получается в несколько раз выше текущих уровней и ожидание того что ставку повысит пять шесть раз в этом году и об этом говорил еще в конце прошлого года но сейчас а это уже консенсус ожидания рынок к этому готовится рынок уже постепенно все закладывает а в курсы национальной валюты поэтому доллар в принципе и крепчает фактически из недели в неделю и сейчас уже гораздо выше тех уровней с которых мы начинали этот год и уж тем более на которых мы заканчивали как прошлый год на фрс в прямом смысле очень сильно давит текущая ситуация с инфляцией я про показатель индекса потребительских цен говорил вам уже очень много до событий в восточной европе мы прекрасно понимали все вот эти параллели причины следственной связи из-за чего растет инфляция это отголоски ковида отложенного потребительского спроса и на проблем с логистикой цепочками поставок рост инфляции был логичен понятен но тогда если мы вспомним опять же конец прошлого года все-таки были надежды на то что ситуация вот-вот должна стабилизироваться но то что происходит сейчас это конечно же тот новостной фон который убеждает всех в том что высокая инфляция в мировой экономике это всерьез и надолго рост индекса потребительских цен будет продолжаться сейчас пожалуй одним из самых главных терминов для всей мировой экономики является стакфляция которая предполагает как раз рост инфляции и параллельное замедление темпов экономического роста и кстати американская экономика это не исключение инфляция в сша уже достигла 7 и 9 процентов это максимум за последние 40 лет и я верно отметил а в ходе прошлого брифинга что уровень жизни в сша сейчас показал максимальный рост с 1982 года и здесь тоже важная ремарка заключается в том что 7 и 9 процента по инфляции мы увидели в рамках февраля еще до значительного роста цен на энергоресурсы и еще большего ухудшения проблем с цепочками поставок а с логистикой и так далее из-за событий восточной европе есть еще такой термин как инфляционная спираль и американская экономика оказалась в этой инфляционной спирали чтобы вы понимали что это такое все просто когда домохозяйство скажем так потребители американцы приходят магазин и видят то что товар их повседневного спроса а сейчас имеет совершенно другой ценника высокий конечно же все начинают думать как добиться того эффекта чтобы вот это повышение цен удалось бы за счет чего-то нейтрализовать поэтому эти самые американцы идут к своим работодателям и просят повысить заработную плату из-за сильных профсоюзов предприятия компании работодатели идут на поводу повышают заработную плату потому что прекрасно понимают что есть еще и проблемы на рынке труда а в частности дефицит кадров и повышенный спрос на трудовые резервы и высокая заработная плата это элемент конкуренции чтобы получить работника прям наверняка повышают заработные платы но параллельно ведь растут и издержки ведь заработная плата это издержки для предприятий и компании для того чтобы снизить эти издержки приходится в конечном счете компенсировать их роста за счет увеличения отпускных цен на товары и услуги то есть замкнутый круг друзья и из этого круга нужно конечно же выбираться очень непростая задача сейчас фреса и наверное какую любого центрального банка потому что есть инструменты монетарной политики их вроде бы как можно задействовать а с другой стороны и опасно потому что если заиграться с ростом процентных ставок и сокращением экономических стимулов вот в данных условиях это может еще больше мрачете темпы восстановления национальной экономики поэтому каждый регулятор сейчас держится за голову в прямом смысле не знает как поступить лучше потому что нету примеров в истории на которые можно было бы положиться и хочется начать бороться с инфляцией ужесточаем монетарную политику но есть опасения за замедление относительно замедления экономики и соответственно отсутствие решений по росту процентной ставки то есть сохранение экономических стимулов это риск того что инфляция вовсе выйдет за все возможные рамки и станет настолько устойчивость что впоследствии даже не помогут даже повышение процентной ставки сейчас мы ждем то что а фрс все-таки примет решение поднять ее первый этап начала цикла повышения ставки на 25 боечных пунктов и я друзья по-прежнему рассчитываю на то что доллар должен получить максимум выгоды из-за этого и продолжить укрепляться вдоль всего широкого рынка поэтому еще смотрим на пару евро доллар сегодня 10968 моменте котировки потенциально пара может завершить текущую торговую сессию ниже планки 109 особенно после вчерашнего провального релиза по бизнес оптимизм узью беспрецедентное снижение вот прям так и нужно сказать минимальные показатели за все время наблюдения за статистикой я по этому отчету с 1991 года получается только вдумайтесь цифры месяц назад был показатель 54 3 сейчас он просел до минус тридцати девяти и трех это доказывает то что бизнес не верит в экономические условия во валютном блоке знает что завтра будет хуже чем сегодня коллапс экономических ожиданий на фоне высокой инфляции замедление экономического роста стакляции это точно не основа для роста главного валютного риска и еще друзья сегодня нужно посмотреть будет за золотом я рекомендовал ранее покупать его сопланки 1950 отдельных позиций пока еще не отказываюсь и из-за событий в восточной европе которые в любой момент могут стать очередным катализатором повышенного спроса на защитные активы поэтому не нужно здесь проводить параллели что если ставка будет повышенный доллар вырастет то доллар и золото они не всегда коррелируют между собой сейчас золото больше представляет собой актив который реагирует на именно общий новостной фон на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока